Большие новости. Конор Магригор официально вернулся в дело. Окончательной даты его следующего боя пока нет, зато известно имя соперника и примерное время, когда поединок может состояться. И главное, уже точно можно сказать, что ирландец принял участие в одном из главных проектов УВЧ, реалити-шоу The Ultimate Ficture. Съемки прошли недавно в Лаз-Вегасе, соперником по условиям программы, и, собственно говоря, в будущем бою, стал Майкл Чендлер, а премьера сезона состоится летом. Поединок наставников, по задумке, должен произойти осенью. Проект Ultimate Ficture представляет собой бойцовское реалити-шоу. Первый сезон стартовал в 2005 году и стал впоследствии настоящей сенсацией. Считается, что шоу Туф своим итоговым успехом помогло Дэнни Уайту удержать на плаву УВЧ, с которым 15 лет назад было не все так гладко. Суть этого реалити была следующей – 8 средневесов и столько же полутяжия делятся на две команды таким образом, чтобы представители каждой весовой сошлись друг с другом в формате турнира. Обоим коллективам на все время съемок приходилось жить в одном доме, напичканном камерами, а также тренироваться под руководством звездных тренеров. Наставниками становились звезды УВЧ, которым предстояло подраться в конце сезона. Магригор однажды уже участвовал в The Ultimate Ficture. В 2015 году он принял участие в съемках 22 сезона, став одним из двух тренеров на пару с Юраей и Фейбером. Примечательно, что тогда Конору не нужно было драться с наставником команды оппонента. А что касается соревнования команд, то в нем победил Фейбер. Его подопечный Райан Холл в финале одолел протяжема Григора Артема Лобова. Напомним, Конор Магригор не выступает с лета 2021. В июле того года ирландец крайне неудачно провел свой третий бой с Дастином Пори. Магригор не просто проиграл досрочно в одну калитку, но еще и получил тяжелую травму, сложный перелом левой ноги. Последние полтора года Магригор восстанавливал здоровье и готовил тело к возвращению. Вариантов у него, как всегда, было много, однако последний год среди явным фаворитом был Майкл Чендлер. Американец попал в Уфч в 2021 году и после всего одной победы подучил бой за титул. Чендлеру не удалось стать чемпионом, да и вообще из пяти поединков, что Майкл провел в лучшей лиге мира, ему удалось выиграть лишь два. Зато он проявил себя как крайне яркий боец, способный устроить мощную рубку с любым соперником. Пожалуй, самым заметным успехом Чендлера в Уфч пока что можно считать победу на Тони Фергюсоном. Майкл брутально вырубил ветерана прямым ударом ноги в голову, а после победы бросил вызов Магригору так, что не заметить это было очень сложно. Считается, что между Магригором и Чендлером сложились уважительные отношения, хотя поговаривают, будто во время съемок ТУФ они вроде бы поучаствовали в некой потасовке. Что касается Майкла, то он не раз отмечал, что считает себя поклонником Канара и почтет. За честь разделить с ним октагон. Ирландец также пока что особенно не злоупотребляет триштаком, хотя он и явно уверен в своей победе. Я слишком мастеровит для Чендлера. Он не дрался с таким бойцом, как я. Он действительно провел несколько классных боев и заработал право бы в топе. Но я имел дело с бойцами его типажа много раз. Я покажу свой уровень во время поединка с ним. Я сделаю свою работу и покажу всем, какая между нами разница в навыках, сказал Конор в интервью для Майонки. Сейчас Чендлер занимает пятую строчку рейтинга легкого Весаувч. При этом почти нет сомнений, что Магригор в случае победы над ним непременно получит бой за пояс. А это значит, что уже в этом году мы можем увидеть, как Конор дерется за титул с Исламом Махачевым. Такой расклад будет почти так же прекрасен, как если бы в свое время Магригор удовелось провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым.